добрый день дорогие подписчики и гости канала сегодня с вами я один из авторов телеграм-канала генерал сфер генерал ветеран службы внешней разведки тот человек который вы знаете как это михайлович сегодня мы проводим уже ставшими традиционными итоги недели с бывшим разведчиками регалом кгб ссср сергеем жирного сергей начинайте здравствуйте виктор михайлович сегодня у нас воскресенье 17 сентября мы с вами записываем наш передачу утром которая выйдет естественно в течение в течение дня и потом будет показываться уже тоже традиционно на нескольких украинских каналах к нам теперь присоединился еще и канал очень большой униан украинский который берет нашу передачу что в общем доказывает что наши передачи интересны и публика с большим удовольствием в том числе в украине смотрят их и это нам нас водушевляет на нашу дальнейшую работу неделя как всегда напряженная но если пробежаться вот так вот по самым большим событиям то наверное ключевые это что восточный экономически так называемый форум путина приезд диктатора северокорейского ким чен и на и встречи с диктатором путиным или с недодиктатором путиным вот это вот из геополитических событий и наверное еще событие которое прошло почему-то мимо всех я не видел практически ни у кого его обсуждения это конституционная встреча на высшем уровне пяти руководителей центрально азиатских стран бывших республик советского союза при наблюдении при присутствии азербайджана и организации объединенных наций при полном отсутствии российской федерации китая что для меня явилось довольно большим событием которое меня удивило что еще из такого значимого можно было бы на этой неделе отметить ну и значимая напряженность между армии и азербайджаном и предложение с разных сторон о попытаться договориться и ну еще наверно пару-тройку совсем небольших событий но основной конечно визит поросенка к волку старому беззубому волку к шакалу к шакалу потому что потому что шерхан это китай а путин это не волк это шакалу и опять-таки старые беззубые уже абсолютно ничего из себя не представляющий но тем не менее тем не менее да поросенок на сегодняшний день доволен ну давайте говорить откровенно поросенок приехал я веду конечно ким чен и на при приехал в россию на каникулы опять таки откровенно для с визитом при прибывают там на день на 2 1 как когда все визит несколько затягивается ему конца и краю нет но это честно говоря просто к не к не по российские каникулы ким чен и на он отдыхает развлекается по тем данным которые есть ему поставляют российских девушек попробовать и он доволен и особо уезжать не хочет как карлсон улетел возвращаться особо не вернется конечно наверно вернется смысле туда в свою северную корею да да конечно 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 это имею ввиду ведь домой домой вернется там его ждут и ждут с нетерпением там когда его провожали многие плакали традиционно традиционно когда диктатором совсем уже загнанной под плинтус страны самим же диктатором ну его дедушка его папой я напомню что это династия ким ир сэн ким чен и ким чен ир это вот дедушка папа и сынок скорее всего там еще и будет дочушка подрастает сейчас уже и она совсем мало там недалеко до совершеннолетия но тем не менее дочка ким чен и на уже представлена практически практически представлена публике как приемлик до копейник да она не объявлена преемником но все понимают что лукашенко коленьку берет собой везде то есть видимо планы где-то внутри оставить кулинку вместо себя но лукашенко здоровье пока пока не подкачивает был ли был период когда хромала сейчас более-менее поэтому коллег есть еще там пару-тройку может об десяток лет подождать я надеюсь что конечно этого не будет и череда событий сметет нынешний режим лукашенко у северокорейского диктатора все более или менее в этом плане стабильно он молод несмотря на лишний вес особо там особыми болезнями не страдает у него есть какие-то хронические заболевания от которых он периодически лечится но тем не менее выглядит довольно цветущим и да что там выглядит мы видим как он увлечен в процесс который который мы представлял президент по чек похож на президента россии владимира путина чек похоже на шойгу ну и сверни сам шойгу и конечно же северокорейский диктатор был очень увлечен событиями и в целом ему нравится его кормили деликатесами которые он любит который очень уважает и в целом неплохая погода неплохая природа и культурная программа ничего не отдыхать его так нигде не принимают особо понятно что сейчас северная корея является придатком китая таким же придатком китая является и россия нынешнее российское руководство сделала все возможно для того чтобы россия стала сырьевым придатком китая причем таким придатком которые общение с которым не совсем важно для для китайского лидера и потому что совсем недавно путин реальный президент россии владимир путин просил пообщаться дать возможность пообщаться к телефону с си цзиньпинем такой возможности ему предоставлено не было китайские товарищи отказали ему посчитав видимо такой разговор привилегии а он не заслужил ну скорее такой непослушный непослушный мальчик не то чтобы непослушный по отношению к своему хозяину нет он непослушно так делает глупые поступки в отношении даже идеологических врагов китая но тем не менее об этих поступках его никто особо не просил и никто не рассчитывал на то что он заиграется в своих своих таких забиячества давайте так что ли назовем понятно что это все оборачивается смертью сотен тысяч людей на территории украины и украинцев и русских россиян но китаю целом конечно же плевать китай наблюдает и он недоволен ходил кодом событий путин встречаясь с не путин вернее человек похож на президента россии владимира путина встречаясь ким чен и нам делал все возможное для того чтобы для того чтобы в том числе угодить китаю китай заинтересован в том чтобы чтобы россия в конфликте с украиной не вышла проигравшись поэтому конечно рекомендовал со своей стороны рекомендовали китайские товарищи со своей стороны ким чен и ну помочь российскому президенту сохранить лицо что ли и ким чен и абсолютно не понимаю что он общается с куклой с двойкой с двойником президента конечно же пообещал тем не менее пообещал не столько много как просили пообещал и не вооружение пообещал и боеприпас там вооружение не так много оружия не так много боеприпасов довольно довольно много артиллерийских снарядов для артиллерийских систем если не память не изменяю там чуть больше миллиона штук это немало немало но тем не менее надо опять-таки понимать что поставки боеприпасов это прежде всего логистика логистика на сегодняшний день не прорисована не оговорено есть только общие договоренности как долго будет поставлять такое количество опять-таки не ясно есть есть общие договоренности но и есть попытка обсудить и детали которые которые почему-то на сегодняшний день почему-то это вызывает вопрос у российской страны тормозятся ну видимо ким чен и хочет полностью насладиться каникулами в россии получить максимум удовольствия потом возможно возможно еще раз повторяю в какой-то мере разочаровывать своих российских визави в том как он будет выполнять эти обещания то что будет выполнять к особо сомнений нет ну вот как именно пока вызывает большие вопросы плюс ким чен и договорился с двойником путина о том что позволит на своей территории построить завод по производству на вооружение на этом заводе будет использованы китайские технологии китай свою очередь дал такое разрешение но это и предполагается предполагается что этот завод будет работать в том числе на восстановление военной мощи россии но это опять-таки в долгую перспективу это не перспектива одного даже двух лет перспектива там трех-четырех пяти лет у меня вопрос на засыпку к вам по этому поводу вот вы сказали что в результате этих договоренностей позволили сохранить лицо российской федерации путину дали человеку как вы как вы говорите собираются позволить собираются позволить да а в чем собственно сохранение лица что российская федерация которая претендует на то что она огромная супер держава в том числе и военные в чем сохранение лица что маленькая нищая голодная страна северная корея ей из своих запасов выдает боеприпасы которые нет у великой супер державы российской федерации где здесь сохранение лица вот я его откровенно говоря не вижу и вы говорите что будет создаваться завод на территории северной кореи а завода на территории российской федерации нет и не будет нет конечно сергей это это на перспективу на перспективу сохранения лица в конкретном моменте конечно это потеря лица просить у маленькой забитой и забытой богом северной кореи боеприпасы конечно смешно и стыдно но с другой стороны еще более стыда по мнению президента россии владимира путина проиграть войну в украине который он же идиот иначе для него сейчас сохранение лица и для китайцев по отношению к россии сохранение лица не то что путин и российское руководство вынуждено унижаться и просить боеприпасы и оружие у северной кореи а как раз то что чтобы россия российское руководство нынешнее не проиграла в украине что под собой подразумевается не проигрыш каждый принимает по-своему китайская основная понимает по-своему и российское руководство российское руководство конечно мечтает выиграть никакого выигрыша понятно что и речи не может быть самое главное представлять что из себя что представляет из себя не проигрыш для россии в понимании китайцев это очень важно потому что от них зависит то количество поставок вооружений в том числе с северной кореи понятно что завод в россии никто не будет строить понятно что гораздо проще под санкциями находясь под санкциями напомню находится и северная корея так вот для китая проще передать технологии и построить завод на северной северной корее чтобы они там передавали в конечном итоге боеприпасы и вооружения для российских войск чем построить в открытую завод в россии и которая воюет да понятно что и северная корея находится в состоянии войны и находится в состоянии такого устойчивого перемирия но тем не менее сейчас в украине идет горячий конфликт и построить завод с вооружениями на территории по производству выражения на территории россии но было бы сильным уже таким плевком в сторону санкций со стороны сша евросоюза ну и других цивилизованных вот по этому поводу у меня другой вопрос тогда хорошо пожалуйста плевком в сторону сша в сторону санкций было бы дал и одновременно российской федерации китай на этой неделе по окончании кстати этого визита или входе этого визита сказали что они намерены отказаться от санкций организации объединенных наций против северной кореи до тех кто не очень в курсе я напомню что эти санкции применяются очень давно там последний пакет с 2004 года 2006 2009 2013 2016 2017 2018 2020 2021 это все резолюции совета безопасности организации объединенных наций последовательно против ядерной программы северной кореи и соответственно санкции которые обложили северную корею которые находятся практически в международной изоляции и в экономической блокаде и китай и россия как постоянные члены совета безопасности голосовали за все эти революции и в принципе соблюдали даже их то ну то есть там нарушение было но такой не не очень открытое и не очень массиво массированное а почему вдруг сейчас и путин и китай объявили о том что они против этих санкций потому что это же ведет это санкции с организацией объединенных наций и китай и путин всегда говорят что они соблюдают международные договоры и устав организации объединенных наций что в этом ну вы правы сергей и китай и путин делают вид что соблюдают да действительно по большей части это правда действительно соблюдали ну вот теперь надо построить небольшой заводик ну как небольшой большой заводик и производить там оружие боеприпасы соответственно для этого надо выйти из договоренности о санкциях есть еще определенное количество обещаний для того чтобы кимчин был милостив к российскому руководству и помощь китайских товарищей и помощь со стороны россии мы знаем что северная корея остро нуждается ну во-первых твердой валюте во вторых в продукт питания в различных товарах и снятие санкций позволяет позволяет немножко расширить тот ассортимент который поставляется в северной корее со стороны китая со стороны китая и так поставляется частично санкционный товар но тем не менее сняв санкции можно уже более-менее будет в одностороннем порядке выправы со стороны россии со стороны китая поставлять достаточное количество того что по крайней мере о чем просят северокорейский мы и лидер это общая договоренность это говорит о том что договоренности договоренности заключены между россией и китаем и северной кореи и что конечном итоге что конечном итоге плевать президенту россии владимиру путину на те санкции которые он сам же подписался плевать китайским товарищам под теми санкциями которые сами подписались понятно что в китае зреет большой экономический кризис об этом сейчас не говорит только ленивый и все понимают что выйти из этого кризиса китаю придет китаю будет очень сложно да через такой кризис проходили и сша европейские страны мы помним большую депрессию и так далее так далее сша я не виду и были многие страны и страны юго-восточной азии проходили япония и южная корея кстати и многие другие страны но тем не менее китай огромная страна с огромной экономикой просто и кризис китая несомненно повлияет на мировой нет никаких сомнений здесь у меня тоже вопрос по по поводу смотрите хорошо в китае действительно усложняется экономическая ситуация в которой кстати виноват сам си цинь пинь потому что он возвращается на идеологические позиции с прошлого года который противоречит капитализму который развивается в китае и несовместимы с ним и с моей точки зрения он вообще загоняют страну в абсолютный тупик потому что либо коммунизм либо экономика потому что либо крестик с ними либо трусы надеть вот вместе не бывает ни того ни другого и весь мир и вся история уже это все доказала хорошо но китай это фабрика мира дает такая такая фраза которая избитая но тем не менее она отражает реальность и у китая была роль практически две трети экономики китай работала на экспорт в том числе половина работала на экспорт в развитые страны такие как западная европа соединенные штаты америки австралии и так далее и теперь китай при такой ситуации сложной внутри и понимаю что главные его партнеры это соединенные штаты америки и развитые страны то есть те страну которых есть деньги платить китаю за то что он у себя на территории делает вдруг разругивается именно с теми людьми которые платят ему деньги то есть они повторяют идиотский шаг путина который убил свою экономику начав войну в украине в китае тоже идиоты как я говорил и всегда говорю не стоит недооценивать идиота везде в любой стране мира огромное количество идиотов в любой стране мира чего бы это ни касалось и когда люди удивляются и что идиотские поступки совершают в руководстве евросоюза в сша и в руководстве других стран но не стоит этому удивляться не стоит недооценивать глупость людей как гаврил энштейн да вот приписывают по крайней мере глупую вселенная и человеческая глупость бесконечна тем не менее давайте посмотрим на это с другой стороны китай на сегодняшний день действительно оказался глубочайшим кризисе и в этот кризис к скатывается но но кризис начался довольно давно кризис начался не с войной россии против украины и это как раз этот кризис ну довольно слабо влияет на возможности китая на его экономику на тот кризис очень слабо у китая немножко другие проблемы китай своей ну я бы сказал бы наверно с одной стороны необдуманная политика с другой стороны они хотели поддержать своих производителей быстрее развиваться играл в по мнению сша нечестную игру в том числе опуская курс юаня специально для того чтобы его товары в китае были более конкурентоспособны и вытесняя многих других экспортеров импортеров извините в сша и в странах в том числе и западная европа предоставляя особые условия предоставляя государственные субсидии для предприятий которые которые страны западной европы стран и из сша из других стран разных переносили на территорию китая предоставляя очень много довольно неплохих условий сыграл по мнению сша еще раз подчеркиваю ну и конечно по мнению евросоюза просто евросоюз менее агрессивно к этому относится нечестно и вот мы помним да и борьбу обама с торговую войну обама с китаем помним прекрасно торговую войну трампа с китаем который вводил санкции который наиболее агрессивно к этому относился и ну понятно да там такой человек экспрессивный и вел себя соответственно своему пониманию как это должно было происходить но это очень довольно серьезно обижала китайцев очень сильно расстраиваться не китайцы я имею ввиду конечно китайское руководство нынешний президент сша джо байден немножко пытался смягчить политику тем не менее все равно пришел к выводу и администрация белого дома пришла к выводу что все равно стоит конечно добиваться нормальных человеческих условий с их точки зрения в плане торговли поэтому стоит опять-таки договором пытаться сделать какой-то уровень достойные для того чтобы не выглядеть совсем уже идиотами в глазах своих соотечественников когда речь идет о торговле с китаем китаю китайским товарищам понятно это не нравится они привыкли жить и работать в условиях когда они фактически мягкой силой диктуют свои условия а когда их со всех сторон начинают ущемлять понятно что у них начинает развиваться кризис а выхода из этого кризиса они найти не могут надо понимать что китайское руководство озвоблено в том числе и по отношению и к сша и евросоюза понятно что те деньги которые к ним поступают и сша из евросоюза и с одной стороны комната с другой стороны и сша и евросоюз ужесточают экономические условия торговлю выводят сейчас начинают выводить свои предприятия из китая начинает частично переводить в индию сейчас начнется большой большая миграция в индию потому что и в индии увидели большой развивающийся рынок и огромные возможности и индия на мой взгляд совсем скоро станет вторым китаем ну конечно же в кавычках вторым китаем как сейчас обожгутся ли не обожгутся сша и евросоюз но и другие конечно экономически развитые страны с подобным маневром мы увидим уже ближайшее время на мой взгляд опять-таки не стоит недооценивать глупость я я так думаю я более того я в этом уверен что опять-таки наступят на те же грабли но китаю надо что-то предпринимать и что-то делать он считает что своими поступками теми которые он сейчас сделает он считает что это поступки обдуманы китайский товарищу уверен что это поступки обдуманы что они сбалансированы что это баланс они и они его соблюдают они может же да с одна сторона постоянно давить они постоянно прогибаться ну или по крайней мере как-то как-то сопротивляться довольно неуклюже именно додавить значит политической политической сфере в сфере возможности развития отношений с россией понятно что россия является по своей сути придатком китая и в этом einen виноватый исключительно российское руководство, которое сделало такой подарок китайским товарищам. Этот подарок оценен, но не оценен он должным образом. Потому что то яблоко, которое упало само в руки, ну, не потребовалось большого труда, значит, его можно там надкусить и выбросить, равно как и считают. Я уверен в этом китайские товарищи по отношению к России. Но тем не менее, в глобальной политике, в геополитике они считают, что надо соблюдать определенные, надо, вернее, проводить определенные действия, чтобы продолжать выглядеть существенно крупнейшей державой, да, противовесом США в их политике. И они делают то, чтобы мы, в том числе для своих граждан внутри страны, им же надо обосновывать в чем проблема экономического кризиса. Конечно, китайское руководство не будет на себя брать ответственность за этот кризис. Конечно, будут обвинять США. Для этого нужны какие-то действия в противовес США и в противовес Европейскому Союзу. Конечно, это будет служить основанием и обоснованием для того, что вот смотрите, развивается большой кризис, и в этом виноваты совсем не вы, в этом виноваты США и Евросоюз, которые империалисты ведут какую-то там политику имперскую и так далее, и так далее, чему, собственно говоря, выдумал абсолютно свои тезисы, рассказывал, о чем рассказывает президент России Владимир Путин и человек, похожий на президента России Владимира Путина в том числе. Поэтому, Сергей, здесь все понятно и все сбалансировано. Ну, давайте плавно перейдем в другое событие, которое у этого человека происходило там же, в том же регионе, так называемый Восточно-экономический форум. Он проходит ежегодно. Путин очень сильно кичится этим мероприятием, пытается сделать из него второй довоз. Из этого ничего не получается. И в этом году к нему не приехал туда ни один значимый лидер мировой. И даже Си Цзиньпинь не приехал. Вот он, Си Цзиньпинь не поехал ни в Индию, ни к Путину. Просто нет смысла туда ехать? Ну, смысла нет абсолютно. Си Цзиньпинь, кто такой Путин, чтобы к нему еще приезжал Си Цзиньпинь. Си Цзиньпинь себя считает к пупу мира и, соответственно, этому себя и ведет. Когда надо было поддержать морально президента России Владимира Путина, он его поддержал. Сейчас он не видит в этом особой необходимости. Плюс на форум прилетал двойник, двойник президента России. Поддерживать двойника, ну, конечно, смешно. То, что двойника согласились принять в Китае, это понятно, потому что они видят в двойнике возможного, возможного, еще раз повторяю, преемника. Китай ведет свою собственную политику и ведет в тех рамках, в которых он это понимает. Китайское руководство, конечно же. И я напомню, что когда Си Цзиньпинь прилетал в Москву, он встречался с Мишустином. Встреча была довольно долгой. Многие удивились, зачем Си Цзиньпинь встречаться с Мишустином. Так вот, Мишустин по конституции после смерти Путина должен стать преемником. Понятно, что ему не дадут, понятно, что будет играть другую партию. Так вот, Си Цзиньпинь торопится, торопится или не торопится, здесь такое, должен, по крайней мере, считает себя, для себя возможным познакомиться со всеми преемниками. Так вот, двойник президента России Владимира Путина воспринимается так же, как и преемник. Поэтому он был приглашен в октябре. Двойник должен посетить Китай. На сегодняшний день этот визит еще оговаривается. Тем не менее, приглашение есть и Си Цзиньпинь не без интереса готов пообщаться с этим человеком, посмотреть на него и выяснить, что этот фрукт из себя представляет. Если Мишустин полностью удовлетворил его восприятие... Мишустин, кстати, после этого ездил с визитом Китая отдельно. Да, конечно, конечно, конечно. Он повстречался и с Патрушевым, с сыном Патрушева встречались. Да, понятно, что сын Патрушева не по рангу для встречи с Си Цзиньпиньем. С ним встречались другие китайские товарищи, которые оценили его. С самим Патрушевым виделся, и Си Цзиньпинь участвовал в встрече с Патрушевым. Поэтому он прекрасно понимает, кто такой. Он встречается с основными людьми и по мнению китайских товарищей, которые могут стать в руководстве России. Для них, так же, как и для США, главная стабильность в этом регионе, в этом ключе. Для них, главное, контролировать свои отношения со своим придатком. Понятно, чтобы придаток не отвалился, надо понимать, с кем ты имеешь дело и какое руководство будет в России после президента России Владимира Путина. Но приезжать к двойнику, заниматься понижением собственной значимости, конечно, никто не будет. Мы видим, что не один президент, вы правильно абсолютно заметили, Сергей, ни один глава правительства, ни одного государства не посчитали нужным участвовать в этом восточном экономическом форуме. Единственное, прибыл вице-президент, если мне не изменяет память, Лаоса, барышня, которая имела совсем короткую встречу с человеком, похожим на президента России, и там из госсовета Китая, там, по-моему, секретарь, или второй секретарь. Нет, там был заместитель, заместитель Синепина, но это второе лицо, это все равно не... Второе, второе. Там третий, четвертый, я не знаю, какой он по счету заместитель. Но самое главное, что не было первых лиц. Путину очень хочется... И он понимает, что когда на форум не приезжают первые лица, то этот форум ничего не значит. Вот вы проговорили про этих самых людей, которые потенциально могут обеспечить транзит власти и заменить Путина, в том числе Патрушева-младшего. Вот в последнее время он действительно начал выходить из тени, потому что вот когда вы его упоминали, уже не первый раз, это давнишняя история, вот я к этому довольно скептически относился, не скрою, потому что я в общем считал, что он никакой человек, вообще его никто не знает, ну кто там, министр сельского хозяйства, и по советским меркам вообще на сельское хозяйство всегда ставили человека, которого хотели убрать потом из власти. Вот. Он, значит, вышел из тени и произнес даже некоторые революционные фразы, поскольку в Российской Федерации сейчас очень большая проблема в том, что практически все, что добывается нефтяного, уходит на экспорт, потому что на экспорт чтобы заработать валюту, твердую валюту. И таким образом Россия остается сама без нефти и, соответственно, без бензина и без дизельного топлива. И Патрушев стал звонить во все колокола, потому что идет, значит, уборка урожая, нет дизельного топлива у комбайнов, а Россия, по словам самого Путина, большой производитель зерна, где она производит там 100 миллионов тонн зерна в год, что существенная цифра, это в четыре раза больше, чем Украина в хорошие времена. И у комбайнов нет дизельного топлива. И Патрушев-младший вдруг вышел и сказал, что нам надо запретить временно экспорт вообще за границу, потому что иначе мы останемся без топлива, потому что после уборки урожая дальше идет посевная, потому что азимы сеются. Это вот преемник так себя показывает, что он типа может вообще и даже там оспорить какие-то решения Путина и Мишутина? Ну, то, что Дима гений, в этом нет никаких сомнений. Гений экономики. Я имею в виду Патрушев-младший. Гений, конечно же, в кавычках. Когда я говорил о том, что группа Патрушева, придя к власти, не сможет удержаться какой-то длительный промежуток времени, можно посмотреть на предложение от Дмитрия Патрушева и понять, какое будущее экономики России ожидает, если придет группа Патрушева. Ну, конечно, полный идиотизм. Конечно, эти люди ни хрена, извините, не соображают в экономике и будут проводить такую политику, которая развалит экономику и финансовую систему в очень-очень-очень короткой перспективе. Взять все и запретить. Это, конечно, любимая тема чекистов. Если невозможно с чем-то справиться, надо просто запрещать. Ну, вот невозможно справиться с поставками, нормальными поставками, цивилизованными для сельского хозяйства, дизельного топлива. Ну, значит, надо запретить экспорт и все. И проблема решена. Ну, а в чем? И все. А то, чтобы при этом не будет поступать валюта, при том, что при этом доллар взлетит до небес, да и плевать, да. Ну, главное, что соберем урожай. А куда этот урожай девать? Ну, вообще никто на сегодняшний день... В Северную Корею в обмен на снаряды. Да, в Северную Корею. В Северную Корею этим урожаем можно засыпать полностью всю Северную Корею. Сколько там? Наверное, полметра, да? Усыпать полностью этим зерном. Ну, еще Эрдогану пообещали миллион тонн. Ну, Эрдогану можно миллион тонн. Это ж просто раздача. Раздача. То есть сократить валютную выручку, да, для того, чтобы собрать на эти деньги зерно и чтобы его потом подарить. Это чисто, конечно, российская ментальность. Украли ящик водки, водку продали, деньги пробили. В этом есть смысл нынешнего режима и в этом есть смысл будущего режима, если вдруг, если вдруг и при каких-то обстоятельствах группа Патрушева придет к власти. Именно так они развалят всю экономику. Именно так. Они нихрена, извините, еще раз, чтобы повторяю это слово, не соображают ни в экономике, ни в финансах. Они очень пренебрежительно относятся к тем людям, которые руководят на сегодняшний день экономическим и финансовым блоком. У них свое видение, как надо руководить и свое видение, как можно и что поделить. Поэтому это, конечно, будет кризис в экономике и финансовой системе наступит практически моментально. Он будет глобальным для России и эта группа просто не в состоянии будет продержаться. Они не понимают, как и что с этим делать. Поэтому всегда, когда я говорю о том, что если группа Патрушева придет к власти, это все будет очень ненадолго. Можете просто посмотреть на то, о чем говорит Дмитрий Патрушев, а то, о чем говорит Николай Патрушев. Просто посмотрите, в последнее время Николай Патрушев довольно серьезно проявляет себя, он дает интервью многим изданиям. Совсем недавно вышло интервью на журналу «Разведчик», если мне память не изменяет. И он там очень интересные мысли продвигает. Просто послушайте и почитайте, и поймете, что эта группа продержаться долго во власти в России не сможет, это просто нереально. Они живут даже не в 20 веке, они живут в 18-19 веке. И если я не считаю, что такие процессы в современном, свободном мире могут продержать в изоляции одну единственную страну, потому что мы сейчас говорим не о Северной Корее, которая, еще раз повторяю, является придатком Китая, которая дает возможность выжить именно Китай. Китай давать возможность выжить России не будет это однозначно. Он будет пользоваться благами, и в случае развала России будет пользоваться преимуществом своим хозяином того режима, при котором Россия развалится и присвоит себе как части территории, возможно, не включив их в состав Китая, но взяв под свой протекторат наиболее лакомые куски и установив там свою полную и, скажем так, полный контроль и курировать будут эти территории вне всяких сомнений очень плотно и в надежде на то, что это будет продолжаться практически вечно. Поэтому стоит всегда смотреть на то, что кто говорит и основные преемники и я хочу еще раз обратить внимание на выступление человека, похожего на президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме. Хоть это мероприятие и не вышло значимым, тем не менее, стоит обращать внимание, как ведет себя двойник, потому что несет он чистую от себя, чистейшую, он говорит те вещи. Три часа высказывался. Огромная речь получилась. Да, и про Мойшу Израилевича, и про все остальное. Ведь это просто его издевательство, его видение той или иной ситуации. Мы видим, что этот абсолютно глупый человек. Он глупец, почище президента России Владимира Путина. Когда многие смотрят, думают, неужели это Путин так деградировал. Ну, Путин деградировал, понятно, это само собой. Но то, что сейчас делает человек похожий на президента России, это же деградация не хуже. Он ведь тоже дурак. Но ведь откровенный дурак. Просто посмотрите на то, что он несет. Но ведь это дурак. Просто уберите ширму 20-летнюю, или там 24-летнюю, пребывание Путина в власти. Представьте, что это не Путин, это какой-то другой человек. И просто поймете, насколько он и дурак. Это откровенный идиот. Он просто несет такие вещи, которые по-другому себе не может позволить. Умный человек. Я с вами согласен, потому что и даже Путин, то, что он делает, он всегда достигает обратных результатов. Но вы знаете, я, кстати, привлеку внимание наших слушателей, которые регулярно в комментариях, некоторые из них делают, значит, в комментариях к нашим эфирам, на вашем канале, на моем канале, на других каналах, которые вас обвиняют в том, что вы игрушка ФСБ, вы игрушка Патрушева. Вот всем этим людям, которые вас в этом обвиняют, я советую переслушать последние пять минут вашего эфира. Лукашенко. Лукашенко приехал к Путину. И, вы знаете, была очень интересная фотография, которую сделали, по-моему, наши коллеги на украинских каналах, где совместили две встречи. Значит, на одной встрече сидит Путин и Ким Чен Ын. Ким Чен Ын сидит прямо в кресле, как хозяин, как господин, а Путин, значит, к нему так по-женски очень, значит, наклонился, перекрестил ножки и внимательно очень слушает и так головку склонил. А потом встреча Лукашенко и Путина и все то же самое, но в обратную сторону. Там уже Путин сидит как хозяин, и Лукашенко, значит, его тоже так перекрестил ножки и к нему склонился, чтобы послушать, что хозяин скажет. Хорошие фотографии. Видели вы эти две фотографии? Не, к сожалению, фотографии не видел. Я видел сюжет о том, как Путин общается с Лукашенко. Понятно, что он и в том случае и в другом. Это был человек, похожий на президента России Владимира Путина. Тем не менее, Лукашенко в закрытой встрече встречался именно, конечно, с президентом России Владимиром Путиным, хотя показывался на публике всего двойником. Лукашенко единственный из зарубежных лидеров, которые прекрасно знают, что происходит с президентом России Владимиром Путиным. Не просто прекрасно знают, прекрасно знают многие, которые в курсе всех перипетий с двойником, которые знают, когда и где двойник появляется, которые замечательно распознает двойника, которого российское руководство, окружение президента России Владимира Путина посвященное, ставит в курс того, как и что будет происходить. Поэтому у Лукашенко привилегированное положение в этом плане, но тем не менее, мы абсолютно правильно подметили, что с одной стороны человек, похожий на президента России Владимира Путина, которому надо было добиться от Ким Чан Ина каких-то определенных результатов, сидел в позе просителя. А с другой стороны Лукашенко, действительно в позе такой влюбленной гимназистки, развернув коленки, за которой я готов был, чтобы его потрогал. Человек, похожий на президента России Владимира Путина. Ну, так очень заискивающе общался и готовился, конечно, к основной встрече с реальным президентом России Владимиром Путиным, которого, кстати говоря, очень неплохо обхаживать на протяжении долгих лет, и которого реальный президент России Владимир Путин, ну, очень хорошо относится к Лукашенко. Он его любит, он любит те разговоры, которые они проводят, он любит те вечера, они любят общаться по вечерам, я уже об этом говорил многократно, они любят пить чай, наблюдать за звездами, смотреть на звездное небо, о чем-то философствовать. Лукашенко, опять-таки, мы сейчас не будем брать в расчет, по крайней мере, ну, вот в этой беседе, что он, там, узурпатор власти, убийца и, конечно же, преступник, в этом нет никаких сомнений. Мы сейчас говорим о общении его с Владимиром Путиным. Так вот, в этом общении он довольно обаятельный человек, он такой, он своей колхозной простотой, как говорит резидент России Владимир Путин, его действительно подкупает, он любит этого человека, любит действительно с ним общаться, любит с ним проводить время, вот для него он получает действительно от этого кайф. Ну, поэтому, когда говорят, что они там как-то там друг друга ненавидят, ну, в глубине души можно ненавидеть любимого человека, от любви до ненависти, один шаг, тем не менее, этим людям очень приятно общаться вместе, они друг друга понимают, им надо было сейчас обсудить, опять Лукашенко должен был попросить денег для экономики Республики Беларусь. Он прекрасно понимает, что денег надо просить впрок, потому что, если, когда президент России Владимир Путин умрет, у чекистов просить этих денег будет, ну, будет очень непросто, и этих денег он получит, если получит, то мало, и в какой-то отдаленной перспективе, он понимает, что и у него в стране будет экономический кризис в случае прихода силовиков в России, власть, и, конечно, к этому готовиться. Ему важно посмотреть на то, что из себя представляет на сегодняшний день президент России Владимир Путин, насколько он, насколько сильно его рукопожатие, да и вообще, он прекрасно понимает, что перспективы его личные, у Лукашенко после смерти президента России Владимира Путина, реального президента России, он, ну, довольно туман, довольно туман. Он об этом, кстати, говорил, даже публично говорил, помните, заседание УДКБ, он сказал, что если Россия упадет, то мы все, он обвел пальцем всех людей, которые сидели вокруг этого стола, будем погреблены под ее обломками. В этом смысле он гораздо, то есть, те люди, которые говорят, что он просто дурак, что это, они ошибаются, что Лукашенко очень даже не дурак. Лукашенко прекрасно понимает, что происходит и что он полностью зависит от Российской Федерации и от Путина. Лукашенко не дурак, Лукашенко обаятелен в меру своих возможностей. Он хитрец, колхозный хитрец, к которому приезжает начальство из центра и он знает, как с этим начальством разговаривать. Да, 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 все правильно. У него такая колхозная хитрость, которая абсолютно подчеркивает его сущность. Конечно, он негодяй, конечно, он диктатор, конечно, он преступник и все остальное, но те люди, которые его сейчас именно таким считают, совсем недавно, совсем недавно считали его прекрасным, таким, балагуром и весельчаком, замечательным дядькой. Конечно, эти люди в основном не жили на территории Республики Беларусь и, конечно, эти люди, наблюдая со стороны, им казалось, что, смотрите, какой замечательный человек. Но после революции в Республике Беларусь все обернулось довольно серьезно, я бы сказал, геометрально повернулось и сейчас большинство людей, в том числе, которые считали Лукашенко таким смешным и веселым парнем, видят его настоящую сущность и понимают, что это такое, что это за фрукт, что это фрукт, абсолютно гнилой, абсолютно гнилой. И, конечно, в Республике Беларусь, людям в Республике Беларусь и оппозиции стоит приложить максимально усилий для того, чтобы после скорой смены кутинского режима, конечно, и поменялась власть в Республике Беларусь, а возможно и до. Желательно, конечно, до. Это был бы прекрасный пример и прекрасный толчок для событий в России. Ну, вот про революции. Грядет революция в Армении, судя по всему, то есть Армения уже пошла в прямую в клинч с Российской Федерацией. Совместное учение с НАТО проводится в Соединенных Штатах Америки, военные, отзывает своего представителя из АДКБ. Будет ли война России с Арменией? Ну, война России с Арменией сейчас практически невозможна. Практически невозможно, потому что надо пройти через Грузию. Я понимаю, что Грузия в современное российское, извините, грузинское руководство готово, наверное, предоставить коридор. Или через Азербайджан? Ну, нет, в Азербайджан это нереально. Это просто нереально. В Азербайджане Алиев, и он очень умный человек, я просто знаю, в окружении Алиева есть люди, с которыми я общаюсь, и я знаю, что Алиев никогда не позволит такого маневра, никогда, ни при каких условиях. Алиев умный человек, и Пашинян умный человек. Это два достаточно умных лидера для того, чтобы выстраивать правильные позиции. И мы видим, как та ситуация, которая разворачивается сейчас, она не приводит к конфликту, не приводит к горячей базе. Это говорит о том, что по обе стороны находятся умные люди. Умные люди в руководстве Армении и умные люди в руководстве Азербайджана. Я уверен, что мир возможен, и уверен, что мир все-таки будет. Да, понятно, Армения посчитает в итоге, что ее возможности были ущемлены, но мир, мир, который который будет заключен, я думаю, что будет заключен в перспективе ближайших полгода-года. Я в этом уверен. Я надеюсь, по крайней мере, что это будет. Это поставит точку в отношениях между Арменией и современным арганским руководством и современным руководством Армении, извините, современным руководством России. Поставит точку, конечно, Армения выйдет из ДКБ, в этом нет никаких сомнений. И, конечно же... И Путин позволит это Армении? А как он может не позволить? Нету ни войск, ни вооружений совершать какие-то такие вылазки. Все на фронте, все на фронте. Уже давным-давно все на фронте. И мы же с вами об этом все прекрасно знаем. Все на фронте. Нет, я понимаю, но мне просто важно было вас вывести на этот разговор, потому что для наших зрителей, он важен, потому что просто Пашинян очень умный человек тоже, несмотря на все их внутренние проблемы. Он понимает, что единственное время, когда можно решить их конфликт и заключить мирное соглашение, это сейчас, когда у России абсолютно нет никаких возможностей вмешаться в военном плане. Да, конечно, 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 я понимаю и обеспокоенность Пашиняна, и понимаю и обеспокоенность Алиева. Пашинян действительно пытается найти выход, прилагает к этому все усилия, прилагает усилия для дальнейших переговоров. Еще раз повторяю, что я уверен, что это умные люди, они в конечном итоге в самой короткой перспективе, я имею в виду историческое, конечно, выйдут на мирные договоренности и если это будет мирный договор, то это будет прекрасно и наконец, если там восстанется мир и не будет взаимных претензий, это будет просто великолепно и я надеюсь, что этот мир будет крепок и он будет на долгие годы. Увидели, конечно, армяне гнилую сущность нынешнего путинского режима, который просто слил их. Путин ненавидит Пашиняна, потому что считает, Пашиняна выскочкой, который пришел к власти на фоне бескровной революции. Он считает, мы знаем, прекрасно знаем интриги, которыми пытался сместить Пашиняна Путин. Знаем многократные попытки уколоть лично его и так далее, но ничего не получается. Пашиняна переизбирают его партию, он опять во главе страны и мы понимаем, что армяне сделали свой выбор вне зависимости от напряжения со своей стороны президента России Владимира Путина. И надо понимать и уважать выбор любой страны. Чего Путин, конечно, не понимает, не знает, что такое. Он привык воспринимать всех как своих вассалов, не говоря уже о совсем небольшой стране, такой как Армения. Вот Армения показала ему, что даже такая маленькая страна, небольшая страна, может сопротивляться и может сопротивляться довольно серьезно. И оставаясь фактически одной, делают абсолютно правильный маневр, когда пытаются заручиться поддержкой и США, и стран Европы. И мы слышали в последние совсем недавно, по-моему, последние два дня или один, или вчера, или позавчера, Эрдоган предложил переговоры совместно Армении, Азербайджана, Турции и России для того, чтобы достигнуть наконец каких-то мирных соглашений. Понятно, что это ход в пользу интересов Азербайджана, понимая, что Россия отравильно сливает Армению. Но, тем не менее, я уверен, что в Армении также найдутся какие-то свои аргументы и выйдут на мирные соглашения, мирный договор довольно быстро. Путин слил Армению, просто слил, считая, что сливает и наказывает Армению за то, что выбрали Пашиняна, считая, что наказывает Пашиняна, он совершает огромные ошибки. Он ничего не понимает, как правильно что-то делать, он не в состоянии ничего продумывать. Я уже говорил о том, что когда Путину приписывают любовь к многоходовкам, никогда в жизни никаких многоходовок он не понимал, он не знал, он очень ограничен в этом смысле человек. Многоходовками никогда не занимался. Он улюбил, когда одним действием каким-то решаются несколько проблем, это правда, но это совсем не многоходовка. Многоходовка это когда человек может просчитывать на несколько шагов вперед. Путин на один шаг вперед никогда не просчитывает. Никогда. Он никогда ничего не анализирует, он действует по наитию. Это наитие практически в 100% случаях его подводит. Просто посмотрите на всю историю, как все происходило, как все было и вы все прекрасно поймете. Вокруг него были люди, которые помогали ему решать проблему действительно одним махом сразу несколько проблем. Он был просто в восторге всегда от этого. Действительно, это не его конек, это то, что он любит, это то, что он понимает, то, что он знает. Многоходовки. Попробуйте предложить, спросить любого человека, который был близок к президенту России, любого абсолютно, что такое многоходовка, что такое президент России. Попробуйте предложить ему какую-то многоходовку. Никогда, ни при каких обстоятельствах Путин на многоходовке никогда не соглашался и не согласился бы. Это не тот человек, у него не та ментальность, у него не то понимание и восприятие ситуации. Путин ограниченный человек в плане возможности продумать что-то на шаг, на два шага вперед. Это совсем не так. В заключении передачи давайте поговорим все-таки о войне в Украине. На этой неделе есть подвижки довольно серьезные, успехи. Пусть не то, что все ждут, все люди, которые поддерживают Украину, а именно крупного наступления, освобождения больших участков земли. Но, тем не менее, удары по доку в Севастополе, где были поражены два корабля, подводная лодка и большой десантный корабль, и уничтожение РЛС С-400 российской. Даже когда Шойгу задали вопрос победителя России, он развел руками, и этот ролик потом удалили со всех государственных каналов Российской Федерации. Да, совсем недолго провисел ролик. Он есть на многих телеграм-каналах, до сих пор сохранился. Шойгу был растерян, конечно, и не знал, как толком ответить на этот вопрос. Выглядело все очень интересно. Но надо понимать, что действительно Шойгу в том контексте, в контексте переговоров с лидером Северной Кореи, прекрасно понимал и понимает, что того, что пообещала Северная Корея, не просто недостаточно для победы, но это недостаточно вообще, это достаточно для того, чтобы продержаться еще какое-то время на каком-то уровне. Наверное, по крайней мере, как это воспринимается. Можно цифру привести. Вы сказали, что миллион снарядов. Что такое миллион снарядов? Российская Федерация расходует на фронте в прошлом году 50 тысяч снарядов в день, то есть это на 20 дней. Сейчас интенсивность не такая, как в прошлом году. Сейчас где-то там бывает 10-20 тысяч, но это значит на 2-3 месяца максимум. Во-первых, на 2-3 месяца. Во-вторых, еще раз повторяю, до сих пор продумано, не просчитана логистика. Это все надо привести. Это не оговорены во временные. За 8 тысяч километров, да, через несколько границ. Конечно, конечно. Плюс, имея сейчас дальнобойное вооружение, Украина прекрасно справляется с складами. В перспективе, вероятно, атакам будет предоставлен Украине. Если будет достаточное количество, то, конечно, эти миллионы снарядов не сыграют абсолютно никакой роли. Ну, не то, что абсолютно никакой, но, возможно, на каком-то участке фронта что-то там удастся удержать. Ну, в целом, в целом, это, еще раз повторяю, нет четкой и понятной логистики, нет понимания временных рамок, есть просто общие договоренности. Все это далеко от реализации. То, что сейчас есть поставки боеприпасов, это правда, но они не в тех объемах, которые могут повлиять на ситуацию на фронте, но на сегодняшний день ни в коем мере. Так называемые выборы в прошлое воскресенье, просто нет смысла даже их обсуждать или как? Да, это же не выборы, мы с вами прекрасно понимаем. Это не выборы, это назначение людей под маркой выборов. Электронное голосование показывает. Самое неприятное то, что они были проведены на захваченных Россией территориях Украины, в частности, не только Севастополя, но и четырех регионов, которые были в прошлом году, 30 сентября, введены в Конституцию Российской Федерации. Таким образом, там сформированы какие-то там законодательные якобы собрания. Да, это, конечно, полная глупость. Эти выборы не были признаны на оккупированных территориях никем и никогда. Чистейшая фикция. Это, конечно, не выборы. Мы знаем, да, и те референдумы, которые, в кавычках референдумы, которые якобы были проведены, конечно, не... Это Россия сама признает, кстати, потому что она говорит, что вот если там какие-то мирные договоренности, то давайте перепроведем какие-то референдумы. А если надо перепроводить, то, значит, исходно эти референдумы недействительны. Они, кстати, недействительны по российскому законодательству. Страна, которая находится в состоянии военных действий, не имеет права по российскому законодательству проводить референдумы. Да, конечно. И во время военного положения нельзя проводить выборы. Тем не менее, на оккупированных территориях объявлено военное положение с российской стороны и выборы в кавычках. Нет, конечно, никаких выборов. Это просто назначение людей, абсолютно не имеющих никакого отношения к демократии, к демократическим процедурам. Это чистая фикция. Это оскорбление выборов. Просто слово выбор – это оскорбление для тех процедур. Конечно же, это не были выборы. Конечно же, это было навязывание определенных фигур в какие-то выдуманные, абсолютно сформированные органы власти на оккупированных территориях. Выглядит все, конечно, как чистейшая фикция и фарс. Но, тем не менее, в какой реальности приходится жить, так все и происходит. Виктор Михайлович, большое спасибо вам за беседу. Конечно, есть всегда огромное количество тем, которые мы не обсудили. Болезни Кадырова, какие-то истории с врачами Путина. Но у нас будет возможность к ним вернуться, потому что, скорее всего, это будет все развиваться. Некоторые уже говорят, что скоро Кадыров то ли уже умер, то ли умирает, то ли в коме и так далее. Эта тема довольно широко обсуждалась на других каналах, поэтому нет смысла нам особенно на ней останавливаться. Большое спасибо вам за беседу. И традиционно предлагаем всем нашим зрителям подписаться на наш канал. Да, всем большое спасибо. Мы вас любим. Это искренне самое главное. Мы работаем для вас. Подписывайтесь на канал Сергея Жирнова. У вас динамично развивается. Сколько у вас уже подписчиков Сергея на YouTube? 105 тысяч. О, отлично. Предлагаю всем активнее подписываться. И давайте к концу октября сделаем 110. Будет совсем замечательно. И надеюсь, что в перспективе 200, совсем скоро в перспективе, она уже близка. Подписывайтесь. Всегда интересный анализ. Всегда прекрасный материал. Замечательный канал. Всегда всем рекомендую. Всем всего доброго. До свидания. Продолжение следует...